Всем ДВС, друзья! Меня зовут Сергей Лав, и вы не поверите, но это ещё один видосик к финалам по моему пути к Изумруду. Первый там, что-то типа ужасы, как я фармивал Изумруд, и это было там, ну ещё не всё, я там был, ну а на записи ролика не всё зафармяно. Я думал, что я потом просто приписку сделаю, да, как оно всё закончится, но я так подумал, блин, эмоции море, мне много чем хочется поделиться, и тут спокойно ещё на огромный ролик наберётся, и я решил сделать хронику, то есть по факту там каждого дня, наверное, или там по факту какого-то промежутка времени я буду садиться, записываться, вот, что как бы у меня происходило, и как я этот Изумруд добиваю. Вот, это всё склеится в один ролик, соответственно, вы в конце ролика узнаете, с чем же всё закончилось. Сколько на данный момент у меня осталось побед, я пока не покажу. Вот, ну и заодно скажу, что да, как бы это подсудил, ну не то чтобы прям вторая часть, но настоятельно рекомендую начинать со вступительной части моего фарма Изумруда, то бишь предыдущего ролика к финалам, на два часа, но это вот чисто красненькое вступление. Вот, ну а теперь переходим, с чем я хотел поделиться, хотя я с ним играл, но он, по-моему, не очень, ну точнее среднеалый, неправильно сказал, он десант игрок, примерно как я могу сказать, хуже, говна не делал, но я пока как бы разговариваю. Короче, на самом деле ещё одна причина, почему я хотел записать второй ролик, потому что я понял, что было ряд пунктов, несмотря на то, что я два часа рассказывал всякое разное, которые я забыл упомянуть, но которые хотел бы упомянуть. Например, давайте начнём прям с самого простого, чтобы вам сегодня было полегче втянуться в мою историю, если вы предыдущий ролик особенно меня смотрели. Это, скажем так, норма побед в день, ну, потому что срок у нас ограниченный, правильно, сколько дней было. Я этот срок ещё и себе ухудшил, где-то дни на 10, потому что я был в деревне, когда эту хрень запустили, вообще не ожидал, что такая подставка существует. Во-вторых, у меня ещё не было золота 1, и после того, как я вернулся из деревни, это уже там дня на 3-4, позже было запуск изумрудной лиги, я ещё потратил дней 5 на то, чтобы добиться с второго золота до первого. У меня было 730 очков на момент, когда я вернулся, и то есть ещё дней 5 потерялся. То есть суммарно я где-то около 10 дней от общего потерял. И там складывалась такая ситуация, я говорил, что я хотел забайтиться, то есть я такой сижу, и, ну, с одной стороны, у меня победы бывают, бывают. Не то чтобы их много, на самом деле, я очень легко, очень часто, точнее, регулярно, с хорошей регулярностью выхожу в финал, но вот именно в финал я выигрываю очень нечасто, по моим ощущениям, потому что, ну, не знаю, не хватает скилла, опять же, в нефиналах там немножко друг по-другому всё играется, а здесь вот именно как бы вот честный такой матч один, команда на команду, и нужно это как-то всё реализовывать грамотно, понимаешь, там как-то где-то куда-то в моменте что-то как-то вот перехитить врага, пока он там потерялся, или ещё что-то, и на каких-то рофлах там какой-то мув сделать, хотя была история, когда Инквирус просто остался один на один, и просто захватил кэш у чела там. Ну, он не в метре от него был, но вот ситуация такая, карта Киото, я, по-моему, этого не говорил, последний кэш, мы зарубаемся, там есть такая небольшая постройка, рядом с ней, если вниз по лестнице, вниз лестница от неё идёт, и джампан, и эта постройка рядом с самой высокой башней на карте, если что-то есть, вы знаете, карту вот на мёд, вот, и, короче, мы зарубаемся, я где-то с чел, ну, с своим союзником, что-то вот вокруг этой постройки, где-то там на мере бегаю, Инквирус тоже где-то рубится, и в итоге оказывается, что мы проигрываем дуэли, Инквирус кого-то добивает, и, соответственно, в один в один, чел на, собственно, этой постройке, а кэш лежит вот где-то джампан, то есть под лестницей, то есть там, ну, сколько, метров 15, может быть, нет, побольше, ну, наверное, вряд ли сильно больше, 20 метров. Таймер уже всё, нулевой, и Инквирус такой, а я просто сяду, захватываюсь, кэш лежачий, то есть за ним не спрятан, он просто садётся, захватывает, и враг его не убивает, я не знаю, почему это случилось, возможно, потому что врага, ну, из-за того, что он только что с нами стрелялся, там, несколько секунд назад, просто ещё не было патронов, он, например, начал стрелять, там, что-то промазал, стал тут заряжаться, ещё потратил время, и в итоге хлоп, со временем не хватило убить Инквируса. Вот я рассказывал вам историю, когда я, там, сидящего не убил, вот это была история Инквируса, где он просто сел захватывать, и просто в последнюю секунду захватил кэш против одного чела, который, ну, казалось бы, невозможно, как бы, выиграть было, да? Ну, то есть победы бывают разные, вот, и я такой поэтому и сидел, думал, блин, ну, вроде я иногда побеждаю, Ну, вот вопрос, реально ли зафармить 75 мне победу будет, да? То есть, ну, это челлендж, так вот, вот, игра мне нравится, я очень увлечён, и в последнее время, я совершенно не сказал, большой дефицит положительных эмоций, если не положительных, то хотя бы ярких, но ярких не отрицательных. Опять же, отрицательные эмоции от игры, и это всё фигня, да, потому что ты игру закрываешь, и это всё в пыль превращается, оно перестаёт что-то значить, а когда у тебя в жизни отрицательные эмоции, они от каких-то, там, проблем, да, проблемы никуда не деваются, и, как бы, это не может закрыть всю жизнь, да, и чтобы это тоже ещё, ну, вы поняли, мысленно, надеюсь. Вот, поэтому отрицательные эмоции какие-то в игре, это не то, это, как бы, тоже так же, как люди любят в хоррорах, да, ты, там, испытываешь какой-то ужас, да, но это такой контролируемый, безопасный ужас, просто адреналин, да, и поэтому какие-то яркие, отрицательные эмоции в игре это такие безопасные, отрицательные, яркие эмоции, которые, ну, просто позволяют тебя чувствовать себя живым, а не то, что ты вообще никакущий, и прям, вот, вообще, вообще никакой тлен полный, вот, потому что тлен полный, вот, поэтому я такой, блин, ну, забаситься, что ли, вроде как-то, вот, можно, и норма такая, да, сразу давайте учтём, что победы сократили до 63-х, получалось так, что, там, по-моему, было 33 или 34 дня, но суть не в этом, прям, в деталях, получалось так, что норма 2 победы в день, вот, и мы с Инкьюрсом считали, я говорю, ну, блин, ну, 2 победы в день, ну, вот, представляете, нужно целый месяц по 2 победы в день, то есть, это прям, работу надо ходить, целый месяц отбатрачить, и, блин, надо 2 победы, то есть, вроде не звучит, как какой-то, прям, невыполнимая миссия, мы с Инкьюрсом брали по 2 победы в день, ну, такое, Но целый месяц Я поэтому сидел, но в итоге, говорю, забайтился Вот, норма у меня была Две победы в день Две победы в день это очень жесткая норма Потому что, потому Потом я, не помню, говорил, не говорил В какой-то момент я просто забыл уже Получалось ли мне вообще побеждать в рандоме Уже в рамках этого гринда, когда я пошел Фармить, там, в дискорде Искать группы, потому что мне казалось, что Как будто нет, но в то же время у меня в памяти Четкое чувство, что я первые 10 побед сделал То ли за 2, то ли за 3 дня Я точно помню, что я сделал очень быстро Но 2 дня по 5 побед в рандоме Что-то как-то не очень похоже Вот, один день может быть 5 побед У меня точно были дни по 5 побед в день Но вот мне, я говорю, в голове сразу там буквально Прошла там неделя, может быть, уже потерял Это детали, и я сам не могу Я просто сам не уверен, было ли такое Просто, ну, почему это важно Потому что, когда нет побед Ты сидишь такой, и кажется, что вообще невозможно Эти победы получить, потому что, вот, я не знаю Система ужасна И говорю, а это по большей части гачи То есть нужно загачить союзников Загачить противников Загачить собственные Чтобы у тебя хорошо шел сейчас матч Потому что у меня бывают хорошие матчи Бывают абсолютно пососные Причем последних, естественно, больше Конечно, это еще зависит от врагов И от союзников тоже Потому что если у тебя жесткие враги И тебя дрючат, то, ну, даже Если у тебя вроде бы нормально идет Этого может быть просто недостаточно А могут быть пососные враги И у тебя вроде бы не идет Но они еще более отвосы, чем ты Да, также союзники Блин, у тебя, ну, то есть Бывают союзники, они нихера не делают И ты просто тоже ничего не можешь Потому что у тебя есть ощущение Стойкое и четкое Что ты вот один в три рубишься Да, то есть ты там выбегаешь Там с кем-то Дуэлишься Ты, допустим, не дострелялся Вот там Классика Классика, да У меня остается там у врага У медика один-два квадратик Ну, то есть вот Ну, 20% мне не хватает Чтобы чаще побеждать в дуэлях Ну, вот просто вот чуть-чуть казалось Да, то есть я чаще проигрывал, чем выигрывал в дуэлях Очень редко мне удается будет стрелять Врага Что говорит, что я как бы ниже, да Скиллом среднестатистического игрока Который мне попадается один на один Вот Но ты смотришь потом, что у команды Ты команда тоже отсосала Причем отсосала еще больше, чем ты То есть если ты оставил там два квадратика То там челы вообще там Чуть-чуть урона какого-то нанесли И все И сосунули И, ну, то есть ты понимаешь Даже если бы я выиграл эту дуэль Мне потом нужно было что-то делать С двумя фульными противниками Как-как, чё-как Это невозможно Да, все равно бы ничего там не получилось А бывает, что ты вроде бы проиграл свою дуэльку Да, ну, союзники там одного убили, другого Вот я рассказывал историю про победу с двумя Сильверами Да То есть по это дело, что Сильвера это Как бы Ничего не значит Потому что система вообще ни о чем не говорит И есть люди, которые играют хорошо Они просто как бы Играют мало Да, и нихрена это не гринзит И вообще им насрать Это все дело Например, в Импирисе там вообще серебро было Почему он играет больше Лучше большинства там Трандомучий Вот, еще один момент, который я хотел проговорить Как дисклеймер Вот Пока ролик предыдущий еще не вышел Но Если представить вселенную В которой его просмотры стремятся к бесконечности То Шанс 100% Что там будут комментарии Был бы комментарий О том, что Серега, игра ведь не про очки Это же не то Ты не понимаешь Тут главная тактика Хотя я сам об этом рассказывал 150 миллионов раз Просто Как-то не оговорился в предыдущем ролике Что Я использую Постоянно ссылаюсь на Combat Score Как просто более упрощенный вариант Передачи информации Что союзники говно Просто чтобы не давать по каждому матчу анализ Что и Не высказывать все равно На повторяющиеся фразы Что Союзники делали неправильные мувы Неправильно позиционировались Неправильно принимали Глобальные решения Что приводило К поражениям Неправильной позиционке Проигрышем в боях Что в конечном счете Выражалось в том Что их счет был низкий Поэтому я апеллирую К счету Но конечно же Combat Score Нихера не значит У меня была победа Ну вообще как бы Игра больше не про стрельбу В принципе не про стрельбу Была победа Знаете какая Финал Счет после двух кэшей У нас Три килла У врагов 5-8-5 киллов Вот так У меня Ну то есть у нас На всю команду Три килла У одного человека Два И другого Один Два кэша Но Второй кэш выигран А знаете почему? Вы не поверите Киото Двигающиеся платформы Какая-то Ну первый кэш Мы всосали там В джунглях В бамбуковых Вообще без шансов В мясо нас Вздрючили Вот А второй Кэш На двигающейся платформе Мы рубимся Как-то рубимся Явно не в нашу пользу Раскилов у нас не очень много Но мы по-моему Убили одного В этой зарубе И один наш Единственный человек Который остался последним Он бежит на эту платформу Кэшу А дело в том Что заруба была Не то чтобы скоротечной Ну и не длинной Такая средняя заруба То есть мы что-то стреляемся Там прыгаем Уходим Там что-то подхиливаемся Там поддефибываемся Вот Что-то типа такого Но этого времени Оказалось достаточно Чтобы платформа Успела отъехать От нас От места заруба То есть не прям на кэше Выбираться получается Да И наш союзник Вот пока заруба уже Наша заканчивается Затухает Один убегает И садится захватывать Там уже под таймер Просто прямо И это фактически Последний шанс Захотеть кэш И у врагов Тяж огнеметчик И один Медик выживает А они Уже на каком-то расстоянии И они такие Блин Кэш захватывают Но они нас дорубили Да И они бегут На платформу А платформа от них уезжает Продолжают уезжать Тяж забирается На первую платформу Кэш на второй По-моему Да по-моему Второй Лежит И своей тушей Начинает блокировать Попадание Медика Который Дальше от него Находился И он Перегораживает Нашего союзника И не позволяет Его убить А сам он не может попасть Потому что У него огнемет И мы просто Перезахватили Этот кэш Со счетом 1-2 По киллам Против команды 5-8-5 Это вот результат После двух кэшей И мы выиграли Последний кэш Ну там Потому что Тоже Мы в платформе Мы как-то Раскрутились Выиграли Волт Поставили кэш На платформу Потому что У врагов Огнеметчика Нам важны Открытые позиции И мы Что-то Как-то там Вообще Тоже Был Дичайший Долгий Файт Мы там Прыгали Бегали С платформы То запрыгнет Нужно запрыгнуть Сбить То с нее Залезть Наоборот Потом В конце Вообще Я такой пот Выдал Это по-моему Я не рассказывал Эту историю Но Я говорю Зато я рассказывал Как я подучился Играть более Сейвово И в оборону И перестал Совершать Ну стараюсь Еще меньше Совершать ошибку Которую Я не помню Это когда Опять же Игра идет На таймер И у тебя Союзник Где-то Вот Недалеко От тебя Сдох Вот Это Стопудовая Ошибка Пытаться Его там Дефибнуть Ну я просто Медик Это как бы Труф деформация Да Вижу труп Надо мгновенно Рвануть к нему Дефибнуть Вот И вот От этого Я тоже Стараюсь избавляться Потому что Как правило Заканчивается Ты бежишь Дефибать труп И вы там Оба остаетесь После этого Вот Потому что Там во-первых Все враги А во-вторых Как бы Тебя убивает Пока Дефиба Еще Это рассказывал Да То есть Не всегда Панаций Адбет И Челикс Который Встает С полхп Его тоже Там же И хоронят То есть Это просто Ну затяжка Временная Это неплохо Когда Вы играете На время И времени Прям совсем Уже Нет Но Как правило После этого Конечно Улетает В пользу Другой команды Вот И это Киото Двигается В платформу Она двигается Вдоль центральной Части Там такая Ну где Да Пока И я на этой крыше Просто начинаю Мансить Дичайше Я отстреливаюсь От медиков Вражеских Которые Бегут справа Она справа Налево И они Почему-то Вся команда Целая Там файт Уже длится Минуты две Все живы Наш союзник Тут что-то бегает Я стараюсь Отстреляться От медиков Справа Стараюсь Смотреть на платформу Чтобы на нее Никто не запрыгнул Меня запрыгивает Тяж И начинает Стреливать С этого тяжа Блин Продолжаю Периодически переводиться На поле Которое происходит Вправо Потому что Вправо Там Блин Медики Начинают Подпрессовывать Наш союзник Здесь помирает И я такой Блин Надо его задефибовать Или не надо его задефибовать Сбиваю еще раз Тяжа Захват Он там Спрыгивает Там по-моему Подбегает Другой медик Ставит ему там По-моему Джампат Я нашел Все-таки Дефибую Потому что Я уже Были матчи Где они Дефибул И вот тоже Хрен пойми Вот это все происходит Там буквально На все Про все 15 секунд Действия Или 20 Кажется Что это Там целый час Прошел Я все-таки Решаю Что вражеский медик Слишком далеко Он не успеет Меня расстрелять Я успею Дефибнуть Я успеваю Дефибать Отхожу Там скатываюсь По лесенке Ухожу с пострелов Опять забиваю тяжи Забираюсь Блин Обратно Убиваю вражеского Все-таки медика И продолжаю Просто Забить Вражеского тяжа Который так и не смог На эту платформу Забраться Да Потому что Надо под прострелом И как бы И ко мне ему Лезть не вариант Было Потому что Таймер Ему нужно было Ложить прессовать С платформом Вот Это игра на время И конечно Когда вот Да Кэш у тебя Это совершенно Другой разговор Чем когда тебя Приходится штурмовать Блин Это такая Была поднейшая игра И в итоге У нас были киллы То есть счет Там не выглядел Настолько прям Деформированно У нас было меньше Киллов Там по 5 По 6 У врагов Там по По 8 По 9 Ну Такого условного То есть Так Посмотришь на счет Ну да Мы были Андердогами Но не больше Там 3 килла Против 15 киллов В врагов Но Начало было ужасное Это вот к слову О том что Да Комбат скор Это не самое главное Главный момент Тактики И так далее Ну и Нет Требак Тоже важно Если вы не можете Убить Шансы победы У вас никакого нет Я говорю Просто использовал Использовал В этом ролике Тоже Использовал Просто как Ну в общем Упрощенный Способ Объяснения Почему союзники Говно Вот Короче Возвращаемся В начало Две победы В день Да То есть Это казалось Достаточно Дуй был Но Прилично Вот Соответственно Какой-то фарм Прошел Какое-то количество Дней Потом я пошел Скоро 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 Команда Да И В общем В какой-то момент Я сократил То есть Первый у меня Этап Первые Дней Десять Я очень Много Прям Плотнейше Шел То есть Набирал победы Прям Пачками То есть У меня в среднем По-моему Выходило по 4 победы В день Ну При Посадке 10-12 часов В день Это где-то Сколько Получается Там От 2 до 4 часов В среднем На победу Вот Плюс-минус То есть Да Играл бы лучше Скорее всего Там Можно было От 1 до 3 часов На победу Тратить Это колоссально Было бы сэкономило Мне время Но я лучше Не игра Вот И опять же Я по-моему Рассказывал А Сейчас расскажу Рассказывал Ну и вот Короче К чему это все Потому что В какой-то Я вот Хотел Дополнить Тему Вот Торга С этим Счетом И как я Каждый день Для меня Это прям Как вот Не знаю На каторге Ты там Заметки делаешь Что вот Осталось на 1 день Меньше Вот и я Я такой Блин Вот завтра Там еще бы чуть-чуть И так далее Вот И у меня Ну относительно быстро Первый там Этап прошел Да Пока еще Вот ты свежий Относительно свежих Какой-то Свежий Если я до этого Сидел там тоже По дофига Фармил Со второго золота До первого Тоже я там Сидел по 6-8 часов Наверное Если не Все те же 10 Вот Иначе я за 5 дней Там это все не забил Вот Но это было Как-то по фану И тогда еще Было непонятно Буду ли я там Дальше втягиваться Или нет Потому что Оказалось Что точно Беспредел тотальный 75 побед И так далее Ну короче Я сокращал Потихонечку Норму Побед И она в какой-то момент Стала полтора Но Чтобы вы понимали Вот Норма полтора Она вообще не ощущается Как какой-то прогресс А продвижение Значительное То есть Что такое норма Полтора победы в день Как она у меня ощущалась Ну это почти те же самые две Потому что Смотри Ты делаешь одну победу И ты все еще Не выполнил норму Да То есть Тебе все равно Нужна вторая победа Чтобы ее выполнить Ну то есть Да Ну типа Ты вот Делаешь вторую победу И вроде бы Ты чуть-чуть Превышаешь норму Но ты сокращаешь Оставшийся срок Своего рабства Ну прям На совсем чуть-чуть То есть У тебя вот Норма полторы Да Ты на 0,5 Сокращаешь То есть Ты сокращаешь Буквально на 3 дня Свой срок рабства Заветно Когда у тебя Норма полторы Две победы в день Они тебя вот Не скажем так Не спасают Потому что Ты продолжаешь смотреть На счетчик дней На счетчик побед И понимаешь Что тебе еще так Здесь почти месяц Потрачить И при том Что две победы в день Это тоже немалый Объем Да Как я говорил В среднем У меня там Будет от 2 до 4 часов Ну это около В среднем Если смотреть На сколько я часов Потратил Опять же Причем часы Не совсем точно Посчитано Потому что Steam показывает Время только За последние 2 недели Я 3 дня По-моему назад Смотрел У меня выходило Ровно 10 часов В среднем За последние 2 недели За последние 2 недели У меня 140 часов Могу сейчас проверить Там наверное Примерно столько же Может быть больше Ладно Поверю Уточню данные Ну да 139,7 часов За последние 2 недели То есть Вовно Без копеечки 10 часов в день В среднем У меня уже там 430 часов В основном Сижен Вот То есть Две победы При норме полторы Они это вообще ни о чем То есть Нужно хотя бы Три победы делать Да Тогда ты более-менее Как-то вот Начинаешь Освобождаться От рабства Потихонечку Как-то В какой-то Адекватные сроки Можешь его закончить Вот Но полторы победы В день Это было тоже Вообще никак И Было как-то Ну не то чтобы радостно Проблема в том Что вот Как раз таки На момент Примерно экватора Да я записывал Предыдущий ролик Там чуть-чуть дальше Экватора Но Как раз таки Как я говорил К 30 победам Я уже вымотался Я устал Да морально Вот И конечно наверное Не в последнюю очередь Из-за поиски Дурацких патий В английском дискорде Вот Потому что Блин Это Нихрена не оказалось лучше И эффективней По человеко часам Потому что Были там пати Где-то Сидишь 3 часа У вас 0 побед И особо и в финал Это даже не выходили За 3 часа То есть он как бы И нахрен Топовые челы Начинают гумозиться И так далее И тому подобное Пока не забыл Вот супер забавная история Меня вчера чел из друзей удалил У меня был срок 9 Один из Тех двух нагибаторов С которого Та самая легендарная история Где там в одном матче Дефибнул выиграли Кроме Дефибнул Не выиграл Вот Там было два Нагибающих чела Оба они у меня в друзьях были И вот Один из них я уже рассказывал После этого Я написал All good Я ему говорю Sorry Причем я говорю Никто никогда не извинялся Буквально Вчера по-моему Только один чел Попался в команде Который написал Sorry Я там не доиграл Это вообще единственный раз По-моему За последние Почти 200 часов Что я сижу Фармливать победы Я услышал Я услышал Что кто-то изменяет Что он не доиграл Все остальные Ничего Никто Ну вот Я чел написал В ссоре Сделал так Надо было сделать так Он говорит All good И после этого У меня просто Факнор добавил Спасибо Вот Но второй чел Я сразу остался В друзьях В игре Ни разу меня не приглашал Я его тоже не приглашал Вот Но вчера Я совершенно Случайно В рандоме Попался В команду С нами попал Еще третий чел И мы стоим на кэше Нас проблема в том Что Вот последние секунды С другим рандомным челом Ну я имею ввиду Мы станем другим рандомным челом На нас летает один ловитовичок Мы вдвоем не убиваем Ловитовичка этого Вот Ну опять же Ну shit happens У меня не пошла стрельба У чела не пошла стрельба Я опять же Не показываю Супер свой перформанс Я уставший Что кстати Ну да Вы можете слышать Я больше Времени Говорю что я уставший Но потому что Большую часть времени Я уставший Потому что у меня хватает По силам Вот так свеженько посидеть Час Два Максимум три А я сижу Десять-двенадцать Если что Конечно же Мой перформанс Начинает снижаться Снижаться И где-то там Потом Остается На каком-то уже Таком себе уровне Можно сказать Что надо больше отдыхать И так далее Но поверьте мне Разница Принципиально Да То есть это повысит Типа КПД времени Но проблема в том Что Сидеть все равно Придется дохреней Да Хочется Но при этом КПД времени улучшится Ну там Незначительно На пять процентов Не всегда От меня что-то зависит Даже если там На двадцать процентов Лучше сыграешь Срават Достаточно Вот Хочется верить Что эта часть Приводила к победам Да Но не всегда Вот Но проблема в том Что если Больше Меньше сидеть в день Часов Человек в часов То придется сидеть Больше дней А мне хочется Это как можно быстрее Закончено Именно с точки зрения Дней Да Потому что По ощущениям Сидеть например Шесть часов Или десять Не прям принципиально Да Но сидеть Допустим Десять дней Или двадцать Принципиально Вот Вот такая логика Поэтому Стараюсь брать Количество часов Нежели Эффективно Вот Я говорю Потому что Ну блин Велся еще в свою Эффективность Такой себе Тем более Опять же То что я отдохну Ну допустим Сделаю перерывчик Не факт что у меня начнет лететь лучше Вот кстати какой момент Да Потому что вот этот стилл Это не штука Которую я могу посчитать Предсказать Еще что-то Ну она может все равно Я могу пойти отдохнуть Там поесть Полежать Сесть за комп И все равно стрелять как говно Ну просто потому что Вот иди нахер Вот почему Да Все равно будет говнище Но только я просеру Два часа на отдых Типа Типа отдых За который может быть Не обозвратило победу Ну в общем мы поняли Да Вот короче Попадаю с Челиксом С тем В команду сильным Я еще думаю Ну блин это сильный Челикс Нифига повезло Сейчас мы затащим Ага У нас на кыше Один лейтовичок Расстреливает на крыше Вражеские два медика Спокойно проходят Просто в дом Забирают наш кэш На последних секундах А наш лейтовичок Стоит в стороне Ну то есть Вообще Видимо Не предполагалось Что нас уже будет штурмовать Там вообще уже Таймер невозможный Практически Но проблема в том Что челы просто Прошли по прямой По дороге В дом зашли Сели Забрали кэш Без препятствий У них ни одного выстрела Не было Потому что нас убил Лайтовик на крыше А наш лейтовик Собственно Турбо чел Да Из моих друзей Он был на лейтовике С ножом И он как бы Просто постоял Посмотрел как нас убили И забрали кэш И После этого Наш третий рандомный чел Вышел Причем вышел Очень забавно Он вышел Через минуту Реконнектед И сразу же опять выходит То есть чел такой Видимо Тильтанул Вышел Попал в главное меню И он такой Блин А я не могу В следующий матч идти Мне говорят Что давай реконнект Или тебя штрафанут Он нажал реконнект Зашел такой Блин Вот тут Ножа полная И вышел еще раз Закончательно Я сразу же тоже ливнул После чего Обнаружил что Того челекса Турбо топа В команде у меня В друзьях у меня Больше нету И к чему я все это Я уже как бы Начал фармить Опять только в рандомах Уже никакие команды Я в дискорде не ищу Господь Как же приятно Потому что Ну удалил ты меня Как же мне Похуй чел Потому что Я и без тебя В рандомах Логу побеждать Мне абсолютно нормально И сильно Я кпд не терял Конечно же Если бы я сидел С двумя Турбо-челами Вот как тогда Я бы зафармил В три раза В четыре раза Быстрее Но какие Турбо-челы Будут со мной Сидеть и прощать Мои ошибки Вот именно что Никакие Это когда У тебя есть друзья Которые там Про-челы Они тебя будут прощать Ну ладно Ну уж Бывает Но просто Рандомы Они хотят Сидеть с такими Как они Топом Все три Чела Прям путнич И там Нет такой Логики Что ну да Ты играешь В среднем Лучше Чем То что нам Попалось В рандоме В дуо Или там Чем там Хоть другой Рандом Был бы зашел Сейчас в пати Он может быть Был бы еще Хуже чем ты Поэтому ладно Окей В принципе Ну бывает Ошибаешься Но мы же С тобой поиграли Пять матчей У тебя были Хорошие Достаточно Матчи Ты не сильно Встала От нас Окей Давай играть С тобой Такого Не сказал Никто Почти Да Потому что Все какие-то Токсичные Все какие-то Ебануты Ну вот Так что Я говорю Вот эта история Вообще Показательный Такой пример Мне вот Так было тепло На душе От того Что мне Плохо От того Что он Меня удалил Мне вообще Так Насрали Я просто Нажимаю Плей И иду Дальше И все Блин Вот Так что Это какое-то Послабление Конечно Случилось Психологическое Потому что Я говорю Сознавал Прямо Реально Ощутимое Давление Дополнительное Можно сказать Какая ошибка С другой стороны Какие-то победы Я все равно делал И так далее И тому подобное Короче Продолжая эту историю Ну да То есть В какой-то момент У меня сократилась норма До одной победы в день Собственно Вот это был уже Плюс-минус экватор Да Но я говорю К этому моменту Я же просто выгорел И устал И вот Собственно Плюс-минус На чем мы закончили Прошлый видосик Да То что Осталось Оставалось На тот момент У меня Девятнадцать побед Девятнадцать побед С одной стороны Вроде бы Не шестьдесят С другой стороны Это треть От шестидесяти А я уже задолбался В край От двух третей А еще Половина От того Столько Наследил Что кажется Прям безвыходным Оттого Я и говорил Что хрен его знает Буду я втягиваться Буду втягиваться Или все-таки Бросить И минимизировать ущерб Да Принять тот ущерб Который я уже Совершил Да Излишне Потратив время И стоило Ну нет Второй Изумруд Точно 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 Можно Нафармить То есть Это нормально И это было Все Тридцать три победы И опять же Если бы изначально Как бы думать Не о Семидесяти пяти А потом Слоя шестьдесят трех А сразу Ну всего лишь Тридцать три Это как-то было Гораздо проще Психологически Потому что Когда тебе нужно Шестьдесят побед Ты думаешь Блин мне нужно Много побед Делать вот прям сейчас Потому что Ты не хочешь Чтобы этот Процесс длился Весь месяц Ты хочешь его закрыть И опять же Момент я говорил Нет Но это в какой-то В какой-то степени Знаете Такое читерство Дождаться Следующий сезон Потому что Я приехал с дачи Там было Тридцать восемь По-моему дней До конца сезона Из-за того Что он продленный Я такой Блин Еще тридцать восемь дней Господи Как же это долго Мы с ним первым сидим И дни вообще не убывают Посидели там Пока золото я фармил То есть там Я посмотрю Блин Тридцать пять Ну блин Еще тридцать пять дней Так долго ждать А потому что Хочется Что сезон Уже наступил Вот сейчас Да Это было вообще Сколько баллов Что у меня с дачи приехали Новый сезон Новое все Вот А как бы Тут еще считайте Тридцать сезона Вот А когда вот Начал этот гринт Изумрудный Видение дней Переключилось На Абсолютно Диаметрально Процелоположенное Ты смотришь Такой счетчик И Боже мой Осталось там Двадцать восемь дней Что делать Мне еще там Тридцать побед Боже нет А завтра уже будет Двадцать семь А потом уже двадцать шесть То есть если я сегодня Вот сейчас не пойдет И завтра не пойдет Блин Счетчик там Норма моя Начнет увеличиваться Уже будет не одна победа А там опять Почти полторы Жив будет Блин И вот Короче Совершенно Эти дни Наоборот Хочется чтобы они Застыли на месте Вот И уже вот двадцать пять дней А Я все еще Не очень рад Что это прогрессирует Ну ладно Сейчас уже Посвободнее Небольшой спор Короче Вот это такое читерство Да Изменение восприятия Дней Этим фармом Ну вот Да То есть Я застрял на сорока четырех Ну как Остановился на прошлом ролике Сорок четыре победы Оставалось Девятнадцать И Блин Мне все еще хочется верить Что разрабы еще сократят Количество побед Это возможно Либо вот Буквально на этой неделе Ну и какая там Следующая получается Что у нас тут Суббота Ну да Получается следующий патч Возможно Потому что как раз там Будет оставаться Где-то плюс-минус Три недели Прошло две недели С прошлого Уменьшение И типа зарезать Победы еще там На тринадцать Чтобы довести их До круглого полтосика Да То есть там С третьего изумруда Пять срезать Со второго точнее И с первого Восемь побед срезать То есть там Будет получается Сколько получается Там Двадцать восемь побед И Двадцать пять побед Соответственно На них Если до пятидесяти Срезать Да Вот И в принципе Это как раз таки Можно сказать Что как план Да Сначала людей забайтить На первой ранге О чем я говорил Потом и на последней Ну типа Да Понятно что многие Просто остановились На сколько вот Ну да Дошли до рубежа И остановились Но все равно Есть кто-то Кто продолжает играть И но играет Допустим менее активно У него есть Какое-то количество побед Допустим там Десять из тридцати А тут раз И тебе нужно Не двадцать побед Вроде бы А там Десять-пятнадцать Добить Ну блин А что бы не добить Чуть не поджать Да То есть Такое постепенное Удержание игроков Вроде как Достаточно Логично звучит С точки зрения Вот этой всей системы Вообще Которая рассчитана Единственное для чего Это Всеми силами Точнее Нулевыми силами Стран разработчиков Максимально удерживать Онлайн игры Вот Так что Можно ожидать Я верю Что может Еще такое случиться Либо Соответственно Вот Через полнедели Либо через полторы недели Но просто срезать это За неделю до конца Бессмысленно Потому что Скорее всего Ну у людей Просто физически Уже не будет Времени дофармить Победа Это может помочь Тем у кого уже Вот сразу раз И вдруг Следующая линия оказалась Да Следующая Но это такая Система удержания Ну это просто Уже тогда Не удержание А выдача наград Да Большим количеством Людей чем Ну и опять же Ну просто Опять же Я вот рассказывал Много тут Про восприятие Времени Дней И так далее Норму И просто вот сидеть Сейчас ждать Ну можно посидеть Там 5 дней Подождать Но это увеличит Мою норму Побед в день На оставшееся время И чем его меньше Тем как бы Психознее Потому что А вдруг Не будет идти Потому что Вот еще по психологическому Восприятию Вообще непонятно Как эти победы делают Я говорю Когда ты сидишь И вот только вот Начал день Только начал игры Оно кажется Вообще безвыходно И бесперспективно В принципе Неважно сколько У тебя побед осталось Потому что ты просто сидишь И прогресс 0 То есть ты сидишь Идишь прогресс 0 0 0 0 И то одно То другое То третье То десятое Что-то всегда мешает Не побеждать Буквально По-моему это вчера было Там Только начал играть Очень прикольно Получилось Буквально через Одну игру Выйти дважды финал И дважды финал Я всосал Потому что тиммейты Были пососичами Вот Но я тоже Каких-то гигамов Не сделал Там Я не стал сидеть Долго анализировать Что я могу сделать По-другому Просто сил уже не было Я уверен Что можно было Как-то и с этими ребятами Доиграть И попытаться Раскрутить У меня просто Не хватало мозгов Что в моменте делать Чтобы как-то Это все дело Привести к успеху Но в одной Там Второй раз Был очень близкий Но там Челы конечно Очень весело Попались То есть Мы бежим на кэш Атака Челы говорят Главный медик Их убивает И бегут просто на кэш Он лежит там На открытой местности Рядом дом На стадионе А я просто По прямой И из дома Просто Зербанивают Они ноль Делают Понимаете Ноль улона Вот просто Они бегут Спринтуют Их убивают Причем чашми Личные у нас По-моему Вот То есть Ну Я Я последний Иду Вот я еще Зипу хотел ставить На крышу Вот Я думал Блин Надо было написать Что я поставлю Зипу на крышу Но просто В моей голове было Как Ну Самое дебильное Что можно сделать Это рашить Вот просто кэш Да Вот просто кэш Ни в обход этого дома Ни попытки забраться На этот дом Потому что очевидно Враги на этом доме Они не на кэше стоят Это единственный дом Который там с ним Находится Они тебе не дадут Пройти к этому кэше Ну точнее Они тебе не дадут Сделать ничего вообще Просто нет Потому что Ну Ну нет Да Ну так не работает Вообще никогда в жизни Соответственно Я думал Что Союзники будут Как-то сначала Подойдут Посмотрят на ситуацию Где враги Начнут Как-то Ну В плане Смотреть Вообще Что можно сделать Да То есть Ну условно говоря Тормозить А не рашить Прямо вперед И я поставлю Зипку Они увидят Что я поставил Зипку Мы на ней заедем Как это обычно Не забываю Когда вы подходите И стопоритесь На подходах И у тебя есть время Нормально все это Раскрутить А эти дебилы Просто вперед Побежали Я этого вообще Никак не ожидал Да И я такой Блин Ну надо было Наверное написать Что я зипку поставлю Второй раз написал Что я сейчас зипку поставлю И вы не поверите Мы поставили зипку Заехали на крышу Я убил троих Всю команду врагов Если что Я убил медика Который хилил Вражеского тяжа Ну он на меня не стрелял Поэтому мне удалось Его убить Я собственно Убил лейтовика Который был почему-то Фуловый И добил того самого тяжа Который был тоже Почти фуловый Я не знаю Что делали мои союзники Но я внес Вот собственно Почти 300% урона Во вражескую команду В том файсе Проблема в том Что таймера не было Все Кэш в этот момент Закончился Киллы доделал Вот и потом Тоже там Вражеский кэш Ну то есть Я точнее несу ящик Мои союзники Не удосуживаются Меня прикрыть Меня встречают С неожиданным Ну условно Вот так скажем Неожиданные позиции Меня убивают И что решает Наша команда Лейтовичок решает правильно Взять мою стутерпетку И начать меня ревайвить Ну вот это хват Что решает Наш гениальный тяж Который говорил С индусским акцентом Кстати Войсу Игровому Он почему-то решает Что очень важно Один в три Драться с командой врагов Которая Утащила у меня кэш И я не знаю Не дать им засунуть Лишь что В общем Этот дебил Просто бежит и вздыхает В домике И мы все равно Остаемся два в три Я конечно принимаю Наверное Супер неправильное решение Пытаться занять Соседний дом Который Враги тоже занимают И Ну они понимают Что мы вдвоем И они просто пушат На уверенность Не занимают Супер оборонительной позиции Они просто пушат И Меня сразу же убивают Ну и вверх Сливаются Возможно Я вот еще потом После этого думал Что надо было Дать кол Что просто Ныкаемся Ждем Когда Наша тяжная монетка Встанет Мне тяж говорят Ты не хилишь Я мертвый чел Мертвый А ты один в три побежал Я не хилю конечно Потому что у меня там Хилл скорн Достаточно высокий Ну то есть Мы в итоге не зашли И вас там Раскатали Я говорю Ну это просто Какие-то бомжи То есть Враги бомжи Мы бомжи И вот Две такие игры У меня было Тоже там Предыдущие Тоже на стадионе Тоже вышли в финал Челы такую дичь делают Я вообще не знаю Я просто тоже Ты сидишь В шоке Чел Когда еще три врага живы Тоже ситуация Я опять сдох Ну это классическая ситуация Я сдох Вот Второй наш тоже мертвый Ну собственно Ни один сдох Наш Третий наш Меня ревайвер Нормально Все правильно Я думаю Ну сейчас у меня Заревайвер И через три где-то секунды После этого Встанет наша Третья монетка И мы попробуем Вот взять Последний реванш В бой Да втроем Что делает наш союзник После того Который меня ревайвер Вот угадайте С трех раз Он Вот все Он такой О Я заревайвер С союзника Третьего наше Зачем ждать Враги же кэш Перезахватили А что нужно делать С перезахваченным Кэшем Когда-то В меньшинстве Правильно Нужно бежать Сразу же На вражескую команду Один в три И он побежал Один в три Реально как дебил Его тут же убили Прям Еще наш монеткой Только встал А у нас Тот кто меня Заревайвер Уже сдох И мы в два В три сука Блять Ну что ты сделал то Я умудряюсь Его отдефибнуть Отстреливаю Двоих врагов Но Там чел Начинает Наши Начинает захватывать Кэш Против троих Прибегает Сначала один Враг убивает Нашу Но мне не удается Его забудет блочить И захилить Сорян Я убиваю Первого набежавшего Понимаю Что таймер Ну там уже все Таймер заканчивается То есть я должен Прямо сейчас Тоже начать Эту дебилину делать Я начинаю захватывать Ну там Чел открывает дыру В крыше И все Тут все закончилось Плюс-минус Нам чуть больше Было моментов Там еще был Файт с третьим Между этими Эпизодами Я говорю Ну просто Ну что вы делаете Ты еб Вашу мать Ну какие же вы дегенераты Причем Второй конечно Проиграли в лифте Не помню Я это рассказывал Может быть это как раз Попало Ну блин Ну там в лифте Был Кэш Я не знаю Как можно в лифте Проиграть Они бегали Просто туда-сюда И вот Конечно После таких вот Заходов Да Вера в своей победе Она как-то Очень сильно снижается Потому что Если ты уж против Совсем бомжей Дезорганизованно Проигрываешь Как вообще Фармить эти победы Вот Поэтому конечно 19 побед Если делать Блин Ну это много Это Это дохрена Вот Но каким-то чудом Я Срезал количество побед Еще на две По-моему За что То ли после записи ролика Там один день Или два дня Натюшли Я уже не помню Причем Одна победа была Это вторая победа В серии вот этого Эмиральдового Гринда Против двоих Прям просто подарочек Причем морально Он меня вообще никак не поддержал Если честно Опять же Я может быть это рассказывал В прошлом ролике Но морально Он меня все равно Не поддержал Потому что Понимаете Вот ты сидишь Шесть часов И потом у тебя победа Против двоих И ты понимаешь Что это не потому Что ты молодец Такой ты наконец-то Затащил А потому что Просто игра Над тобой сжалилась И ты понимаешь Что Ну скорее всего Еще 18 раз Игра над тобой Не сжалится За оставшиеся 25 дней Да И все-таки Нужно как-то тащить А Тащение Что-то не работает Совсем Так что морально Вообще Меня это не поддержал А с другой стороны Я тоже тут же думал Ну блин Ну победа Как бы Деньги не пахнут Победа не пахнут Да Вообще не важно Как я победил С прочилами в команде Там лежал трупом А они меня выиграли Против двоих Против там Не знаю Нуля Вообще не важно Да Главное что я счетчик Сократил на единичку Я старался подбадривать Да И значит Мне осталось чуть меньше Вот Причем очень непонятно Почему там двое было Команда в полуфинале Была втроем Достаточно сильная Они с первого места выходили Самая сильная команда была Мы вышли там На каких-то рофлах Я вообще не понял Почему Потому что Мы там Мы не То есть Я не помню Блин я не помню Рассказывал Нет Знаете почему я путаюсь Потому что у меня вот Рассказ в голове Я прокручивал Вчера Или позавчера Такой прям Вот все что я вам сейчас рассказываю Да Просто у меня не было возможности Это записать Потому что ночь Вот Но я прям все Вот прям Все 40 минут Все прокрутил И я сейчас путаюсь Было ли тут Там Так вот Или это ролик Был записан Вот Поэтому Ну перепутывается На весна Но мы вышли вообще На каких-то Приколах Опять же Там Это Сеул Поднятая Центральная часть И Дальний угол Последний кэш 40 секунд Я Я всеми силами Пингую Челам Что можно тащить На дальний угол Кэш Потому что там Обороняться будет В тысячу раз лучше А броня Центральную часть Вообще Не представляется Возможным Потому что Это будет Нолстовый кэш И тут будет Четыре команды Они будут идти Со всех сторон Вообще Со всех сторон Никаких Оборонительных Позиций Нету В принципе И что мы будем Делать Непонятно Нас просто Размотают Катком Я всеми силами Пингую Тащите туда Там Очень Рядом С краем Карты Кэш Закрытые Позиции Пока Мы будем Играть Просто на таймер И так далее Давайте То есть Там Ребята будут Стягиваться Рубиться Пытаться Как-то Вломиться Вот Мы будем Просто Это удерживать Да И отстреливать Там Самых Самых Активных И близко Приближающихся Челексов Да Ну то есть Мне видится Что оборона Дальнего кэша Намного Более Перспективная Да И шансов Не больше Но наши Челы решают Что нахер Нам это надо А давайте Засудим Прямо В централ И что Как думаете Происходит О боже мой Кто бы мог Это представить На эту центральную Часть Просто со всех Сторон Начинают валить Четыре команды Вот Мы чудом Не вайпнулись А вот Враги Которые заняли Третье место Чудом Вайпнулись И в итоге Там Тысячу очков Проиграли Причем Я уже Там по-моему Собирался Написать челам Какие же вы дебилы Что я же вам пинговал Тащить в другой кэш Я уже по-моему Даже чат открыл И в этот момент Вижу Что мы прошли По очкам Такие пироги И в финале Оказались против двух И я просто молился Может быть просто Давайте этот чел Третий не законнектится Пожалуйста Пусть он не законнектится И он не законнектится Вот Правда мы Я по-моему Рассказывал Блин Мы проиграли там Кэш двум Потому что А Я не рассказывал Короче Тоже Мы против двоих Ребят Казалось бы Причем У врагов Милишный тяж Вообще считайте Против одного Ты убиваешь медика Втроем Ранжевиками Да И тяж Ну вообще Ничего не сделают До свидания Просто вы будете Со всех Дистанций Расстреливать Бесплатно Бесплатный враг Сеул Коробка Рядом Ну там Околоцентральная часть Стандартное Состояние Кэш Мертвый кэш Который Самый крайний Где там Через мост Я такой Ага Ставлю зипку Внутри Моста Ну то есть Чтобы взять кэш Чтобы через комнату Пробежать По этой зипке Дальше там По зипке наверх И все Засунутся в кэш Легко Изично Потому что я Че Я не дебил Совсем Иногда бываю Ставлю зипку Пингую зипку Чтобы вот Наверняка Люди поняли Что надо делать Я стою На этой зипке Никого нет Абсолютно Пусто Безопасно Все Челам просто Пройти комнату Сесть на зипку Ну эти Гении Решают Что Ну зачем Нам Использовать Как бы Следовать советам Союзника Который нам Дает какие-то указания Мы пойдем На официальную зипку Которая между двумя домами На крыше Что происходит Этих дебилов Двоем принимают Там Потому что Враги тоже Не тупичи И они понимают Что сейчас Скорее всего Сюда придут Враги по зипке ехать Их там просто Хуяк с молотом По голове И обоих Огрело А я один остался Я им зипку Пинговал Я ее ставил Чтобы вы проехали Еблана вы Блин конченая Я говорю Ну вы дебилы Он говорит Ну ты самый тупой Ты не держишься с командой Ну вот о чем я говорю Да Что Какая бы кретинская У тебя команда не была Нужно держаться с ней Но я просто Никак не верил Что они настолько кретина Понимаете Ну я же поставил вам зипку Я пинганул эту зипку Она у вас ближе была Чем та зипка Которую Вы бежали и ехали И вы быстрее бы оказались На кэше Но Это сложно Да Вот Но мы выиграли против двух Конечно потом Ну потому что Мы же против двух Нам действительно В общем-то Прям не сказать Что сильно Какие-то сложные файты были То есть Мы почти всегда в обороне Потому что мы выиграем волты Да Стараемся вы Расстрелять медика Но Три в одного Расстрелять в общем-то Не супер сложно Да Один тяж Не способен Создать нужного Прессинга Вот Причем мы там Почти один раз Проиграли файт В ближней дистанции Там Чел тоже гений был Но Ты вот просто там Ну вот Один стреляется Твой союзник С этим тяжем И ты рядом стоишь Что нужно сделать Убежать Потому что Когда твой союзник умрет А он умрет От тяжа с молотом Тяжу потребуется Время Чтобы дойти до тебя И ты его доешь Ну Скорее всего Должен По крайней мере Что делать Плохим союзникам Если твоего Медика Ну вот Вы так рубите Стоять со своим медиком Что еще хуже всего Ты можешь начать делать Если вот это случилось Дефибать своего медика Потому что пока Ты его дефибаешь Ты получаешь молотком Просто в ебло Так Хуяк И ты труп Что происходит С твоим медиком Которого ты дефибнул Ему происходит То же самое Хуяк И он труп И вы два трупа И вы ничего не сделаете Тяжу И ваш третий союзник Остается возможно Один в два Вот Но благо Я говорю Враги как-то Не проявляли Гениальность Тоже Мув Но вдвоем Я особо не рассчитывал Что-то сделать Поэтому в общем-то Файты были достаточно простые Не считая вот такого Моментика Но там Не сложно Да раскрутить Потому что К тому моменту Медик вражеский Был уже мертвый А я наставил дистанцию Как самый умный Из наших команд Да Вот Понимаешь Что здесь Скорее всего Будет полезно Держать дистанцию Нежели Рассчитывать на то Что я буду хилить Или дефибить Потому что Нам просто нужно Тушу расстрелять Все Она ничего не может Делать против нас Вот Такие победки Вот Что еще я хотел рассказать Я не знаю Куда это прикрепляется По Скажем так По привязке Тут уже блин 46 минут набежало Блин Может быть Будет это не хроника А может быть Это просто Отдельный ролик А потом еще будут Отдельный ролик Не знаю Просто сегодня Реально много Чего набралось Уже Я попытался Закопиться С русскими Челами Вот Как оказалось Я сидел В каком-то русском Дискорде В котором Вообще Почти никто не сидит А есть другой Русский Дискорд Где полно людей Вот Я попытался Закопиться Сначала в первом Потом во втором Опыт К сожалению Не очень Пожитивный Я скупился В одном Дискорде С челом Он был на тяже Нам дали Лейтовичка Хорошего Удивительного Который нам Выиграл финал Но Не по комбату Но по смыслу Как раз таки Вопросу тактики У него был Термический бур Опять же Сеул И Кэш на Последнем этаже И Лайт просто Буром делает Дыру в крыше Тяжь туда сразу Ракеты Убивает одного Мы десантируемся И разматываем Чела То есть чисто Забрали кэш Вот таким мувом Не было бы Этой дыры И еще хрен бы Знать Как бы Штурмовали Вот Но я в том бою Практически ничего не сделал Я в комбату был Самый худший Причем с отставанием Не знаю Я был уставший Это был вечер Десять часов Снял Вот Потом мы С этим челом Не выиграли Он начал Там что-то Гумозить Я думал То ли он на меня То ли я потом Думал на себя Вообще Он говорит Ну вот Кому-то не дано Побеждать Ты сидишь много Фармишь Эти ранги А скилла Не добавляется Я это на свой счет Потом думаю Может быть Он про себя То что у него Не идет игра Может быть Я так и не понял Про кого Да Может быть Он просто так Завулированно намекал Что я Рука жопа Хоть у меня там Есть второй из Умрут А все равно Никакущий Вот Но Ну да и хрен Главное Что мы первой игрой Там победу забрали С ним я больше Не играл Ну Какой-то На дизморалис Но Он хорошо Тяжем Так дал В победной игре Ну и в целом У меня там Скоро было У меня были Очень отрасительные Играны Потом я попытался В другом дискорде Там большой дискорд Много людей Я такой Создал комнату Зашел в пустую Зашел чел Говорят Я там сейчас Друга могу позвать Все окей Ты не против Если я буду на Милишке Лайтоне Хороший лайк Проблема Я чем-то Не побеждал Я говорю Там У меня в друзьях Чел Который там Один в три На мяче Побеждал Стащил Я там Партрог Побед Да Вообще Не проблема Если ты хорошо Я нормально Граю Я мейню Милишку Я на ноженку На катании Что здесь Проблема Зовет друга Мы просидели Часа Три-четыре Сколько у нас Думаете Побед было Ноль Потому что Гениальный Мейнер Катаны И меча Друзья Осталось Там что-то Мамкин Трахер Или какой-то Такой Трахер Мама Гениальный Мейнер Меча Сосал Все эти Матчи Причем Он такой Так Эта карта Такая Ага Здесь лучше Наверное Ножик А вот здесь Лучше Катана Ага Там больше Медик Я возьму Вот это Тактикульный Чел Сосал Он тактикульно Ото всех Всегда Что бы он Не брал И Больше всего Меня утомило То что В принципе Где-то Три четверти Эфирного Времени В Дискорде Мы С его Другом Слушали Блин У меня Не легает У меня Не легает Ладно Не пестлявый Голос Ну По ощущениям То ли Там 15 То ли 20 Не знаю Подросток Мне не легает У меня не легает Ребят Ну блин Я прям В спину ударил Мне не легает Причем Он даже Блин Показал Демонстрацию Кусочек записи Своего геймплея Где он действительно Попадает Кинжалом Прямо в спину Врагу Там вот Визуально Не поспоришь И действительно Это не удар В спину Считается Иглой А просто Обычный Удар Ножом И как бы Мне на самом деле Не поверить Вообще Похуй Техническая Это часть Не техническая Это часть Да Но Чел Если у тебя На протяжении Трех часов Счет практически В каждом матче 1-0-7 Может быть Нужно чем-то Другим Поиграть Может быть Технически Не реагирует Но ты ж победы Хочешь или как Сел вроде как Тоже первый изумруд Хотел попармить И говорит Что по 3 победы В день делает Но я не знаю Может быть Просто неудачная Была сессия И у него действительно Прямо вообще Не шло Но мы просидели 3 часа Это было 3 часа в кусту И я очень утомился Потому что я слушал Просто в каждом Блять Файте Вот в каждом Файте Как у него Не реагирует Есть Я совсем забыл Я не играл С русскими Я совсем забыл Что у русских Есть вот такие Я играл С англоговорящими Ребятами Целую неделю Вот не было Ни одного Такого Кто бы кричал Что Мне не реагирует У меня не реагирует Блин Ребята Мне не реагирует Пинг большой Да это все Читеры У меня там Не знаю Игра плохая У меня залагало Да Я не видел Ни одного Такого игрока Не попался Ни один Все как правило Садят сдержанно Да Ну культурный Так скажем Отхват Но я вспомнил Как я играл В былые времена В клубах Еще где-то И другие сетевые игры Да В попах И вот есть класс Такой вот Игроков Не знаю Как их назвать Митиков что ли Которые вот Которые вот просто Нон стопом Помоет все Вот все не так Все не так Мышка не двинулась Кнопка не нажалась Там Не знаю Лак произошел Подвисло Не регает Вот вот И они просто Нон стопом Срут Я понимаю Что может Там не зайти Там подлогнут Не зарегать Еще что случится Ты можешь об этом сказать Ну не в каждом же Сука файте Просто до бесконечности Это делать Но Я просто был Донезу Там Сейси игры Причем Там был очень забавный момент Кэш вражеский уже заканчивается Но в том плане Что он заканчивается Мы уже в принципе Там даже подбежать не успеваем Но чел туда бежит Тракер мамок Он туда бежит Зачем Причем на полпути Кэш заканчивается Он продолжает туда бежать На уже как бы Вот уходящую команду С Кэша И врывается Один на трех медиков С автоматами И мгновенно умирает Я такой Блин Ну как же меня так быстро убили Блин Да они меня прям за 2 секунды Блин Да как они так стреляют Вообще не понимаю Вообще не понимаю И я сижу Такой Блядь Ну ты же один в три На трех медиков Которые как бы В данный момент Больше ничем не заняты То есть ситуации разные Бывают Да То есть Я говорю Вот Вопрос команды Да То есть если команда Создает тебе пространство Ты можешь очень круто сыграть Если команда не создает пространство Можешь и не круто сыграть Когда она вся соснула И как бы Дальше весь фокус на тебе Да Или наоборот Когда команда там Очень плотно прессует врагов И у тебя есть куча Пространства Чтобы врагов убивать Как я вот рассказывал Как я выиграл там С медиком милишным Да Там в два милика играли То есть медики Прямо просто врывались И они врагов на себя Очень сильно агрили Я поэтому всех расстреливал За бесплатную Я никто не трогал Это вопрос команды Но когда ты один-три Бежишь на трех медиков Лейтовичком В упор К милишникам Но очевидно Что все трое Мгновенно переключатся на тебя Потому что никакого Другого фокуса внимания У команды врагов нету Да И кроме как Попинать какого-то дегенерата Который к ним подбежал И он сдох там мгновенно Я говорю Ну ты побежал на трех И соснул Он такой Нет я не соснул Они прям так стреляли Я не понимаю Как они меня так за две секунды убили Я говорю Ну это и называется Соснул Чел вот У него там какой-то видимо Ступор мозговины случился И он не мог осознать Как бы нет я не соснул Нет В общем Это было безнадежно В связи после чего Я решил что как-то Не очень Потому что с русскими Пытаться кооперироваться И ну его нахер Может мне просто Скорее всего Просто не повезло И наверняка Я стопудово говорю Стопудово Если адекватность Скажется Иракита Можно круто Комфортно посидеть Но это к теме того Как тошно искать Хороших людей С которыми просто Можно комфортно Кайфово посидеть Лампово Без вот Какого-то Бреда Да Без там Токсичности О том что Я сосу Там высох Без бреда О том что у меня Нерегает Без какого-то Словесного поноса И прочего Дерьма Просто сиди Комфортно Средоточенно Играется Что-то там Рофлится Местами Да Но не С избыточным Словесным поносом И так далее Вот В общем После этого Я окончательно Стал Соло Сидеть Но это было Еще до Прошлого ролика Просто в прошлый ролик Как-то не вошло Короче Скратил я количество побед До До 17 Потом До 17 То ли это за один день То ли за два Разошло Не суть важна Знаете Это то что Почти что Суть важна Важно что Я такой сижу И продолжаю Торговаться С этим счетчиком Я такой Блин Но вот всего Остается Три дня По две победы Три дня По две победы Это шесть побед И мне останется Одиннадцать побед Но при этом Там это было Еще сколько Там то ли Двадцать шесть То ли двадцать семь дней Я всегда на один день Меньше беру Потому что Ну последний день Вообще Напираться на него не надо Да В любом случае Чтобы не обсчитаться Там И так далее Чтобы не обнаружить Что я не сделал Последнюю победу А как бы Это мне нужно было Вчера делать А сейчас Все И что ты останешься Со вторым изумродом С следующей двумя победами Да Вы сами понимаете Ну вот И я такой Блин Вот у меня останется Одиннадцать побед Будет там еще Двадцать три дня И это норма Ноль пять побед В день Я по-моему Рассказывал вам Про мою мечту О норме Ноль пять побед В день Потому что Ты делаешь Одну победу И сокращаешь Оставшийся срок Рабства Вдважды Да То есть У тебя остается Там еще Двадцать дней Ты делаешь победу И хрясь Минус два дня Ты на следующий день Ты еще делаешь победу И хрясь Минус два дня Блин Это же вообще Просто мечта Да И для меня Как для каторжников Вареншева Изумруд Это была мечта Да Сократить норму До ноль пяти побед В день О чем я вам рассказывал Я вот к ней шел Шел И Вы не поверите Но я пришел К ней За один день Одиннадцать побед Вчера была сессия На четырнадцать часов Я сделал шесть побед За четырнадцать часов Вот Да Четыре победы Было сделано мной За По-моему Где-то Одиннадцать часов Абсолютно полностью В рандомах Никаких Траханий мамок И так далее Вчера же была Та самая Грандиознейшая Игра с челом Когда мы Отдали кэш Бесплатно Против одного лодитовичка И он меня кикнул С друзей И не было вас раз Потому что у меня уже были победы В тот день Вот И в целом Вот Семнадцать побед Тоже ощущалось Как-то Тукло Я говорю Какой-то случился Переломный момент То есть Девятнадцать Прям вообще ни о чем Ну в том плане Что это еще очень дофига Я говорю Да То есть Прям Ну Чувствовать какой-то Прилив воодушевления При когда-то еще Девятнадцать побед Вообще не получал Вот При семнадцати Я говорю Я вот уже такой Вот мысленно Блин Ну мне же надо Всего вот Три дня Три дня По две победы А дальше По одной победке Просто лутать И даже уже можно будет Чуть меньше начать играть Потому что Ну можно посидеть там Сколько Три, четыре, пять, шесть часов Несмотря Сколько нужно будет Для победы Правильно Неизвестно И все Причем можно и вообще Там первой игрой победить Причем у меня были Такие игры Где я побеждал Первой игрой У меня была игра Я не помню Рассказывал или нет Я просто зашел С двумя лейтовичками Причем это вообще забавно Это еще вот В период Когда я в английском Дискорде команда играл Такой забавный был Матч Есть игроки Которые вот Я много раз слышал Они такие Ну я пошел размяться В Дискорде Такой захочешь Я разминаюсь Я сейчас Доиграю А тут разминаюсь Я вот вообще Никогда не понимал Зачем ты разминаешь То есть В прошлой лиге В прошлом сезоне Я понимал Потому что Если ты отыграл плохо Ты вылетел В первом же раунде Ты теряешь очки И ты хочешь Конечно же Ну все свои игры Ранговые играть В хорошем Своей форме Например Я бы в прошлой лиге Стараюсь бы не стал Вот так вот Делаться на Временем Братфорте Потому что Там нужно именно Стараться Как можно более высокий Скилл всегда показывать Лучше меньше играть Но хорошо Чем больше Но хуже Потому что Скорее всего Просто в минус Ты можешь ходить По очкам Это не Не вэлью Абсолютно И тогда Можно было понять Что ты сначала Идешь размяться Чтобы нажимать Всю реакцию Протест Идет у тебя Игра Идет сейчас Но сейчас Вообще Ничего не значит Заход в вултур Ты можешь всосать И та же самая Разминка Но при этом В вултуре Ты можешь и победить Зачем тебе Какая-то разминка Дополнительная Но вот какой-то день Я такой Проснулся Чувствую себя Ох ужасно Вообще Как бы эти дни Тоже Я не самый свежий И бодрый Потому что Очень утомленный Сплю тоже Далеко не всегда Сколько мне нужно Но как бы Если для работы Какое-то творческое Это критично Да Я не могу заниматься Там творчеством Если я разбитый И ничего не соображаю Потому что мозг Не соображает Мозг нужен То вот для нажимания Кнопок Мозг нужен Ну Другая часть мозга Которая все равно Продолжает работать Пусть даже Она и хуже работает Сидеть писать текст Я не могу На удачу И надеюсь Что я сейчас Пять часов просижу А вось Вот просто тыкай кнопки А вось Какое-то предложение Вдруг сложится Хорошим и красивым А я просто все остальное удалю А так оно не работает К сожалению Брутфорсить Написание текста Творческое Я не могу Ну ладно Я думаю Ну пойду разомнусь Одну игру Даю два лотерейка Ну это полная говнина Это точно пососня Трэш говна Будет сейчас Мы выиграли Вдемялое твиками Нормально размялся Да А был бы сейчас В квик кэше Так и не победил бы Вот Так что да Если сказать что Первой победой в день Брать Победку Да Первой игрой Так это вообще Зашел на полчасика Побегал Размялся И целый день Свободен уже Да А дальше уже И свет в конце Тунеля виден Но конечно На игру бывали Одни где Шесть часов сидел Без побед И семь часов сидел Без побед Такие пироги Кстати вот что еще Кто рассказал Про токсичность Вот Я хоть и говорил Что в английских Танчатах Танчал гумозится Но они там Не вот что Прям начинают Покладывать говном Бесконечно Они достаточно Культурно Сдержанно Рожают Либо просто уходят Как правило На самом деле Вот И мне показалось Что самый токсичный В игре Это я сам Потому что я Чаще всего Я почти никогда Ну вот в чате В игровом Я практически Никогда не видел Чтобы кто-то Чего-то кого-то Оскорблял Там Да вы там Чмони И так далее Вот Кроме того Изумруд 1 Вот Как правило Я больше всех Там начинаю Говниться А то что Да вы блин Дегенеральный Ну я пишу Там Ты там Это трэш Это бесполезно Это слишком плохо Это трата времени Вот что-то типа Такого Ну потому что Я говорю Тоже уже Наизменились Сами понимаются Большой достаточно срок Большое утомление Большая интенсивность И нервов конечно Не хватает Сорян Ну можно сказать Что у других игроков Тоже не хватает Но такое ощущение У других игроков Прямо сразу же Ну да ладно Короче Попался у меня Гениальнейший Чел 1 Вот И я к чему Эту историю Начал У меня такое ощущение Что самые токсичные Как раз таки Русскоговорящие игроки Потому что Я говорю на английском Я не встречал ни одного За свою Тут Двухсотчасовую сессию Но зато попался Один какой-то Невероятный клоун Русскоговорящий Который Ну мы проиграли Файт Опять же Ну что-то не зашло Ну не зашло Ну не зашло Бывает Не добили мы там Кого-то Причем Первый файт Там против 2 команд Опять же Распрутили Ну там уже таймер Второй файт Ну не зашло И он такой Да вы не можете Там с одним хп Добить Я ты что не добил Блин Раз он с одним хп Если ты такой Гига про Человек говорит Все я в ФК Вот таких даунов Это вот он единственный Попался такой даун Который Я в ФК Ну да Попадаются ливеры Но игры Я просто не понимаю Я скорее Я считаю Что это Инцелы Имбецилы И так далее Шкалатроны В основном Около того Да потому что Ну не зашел у вас Файт Доигрывай дальше Я всегда задавлюсь Вот Даже если Когда я говорю Даже если Я когда пишу Там этот трэш Там эта трата времени Я сама продолжаю играть Я сама стараюсь Сделать То же самое Что я делал Как обычно Да Сдержаться с командой И так далее Просто потому что Ну кто знает Чем оно все обернется Вот Да Конечно Там В какой-то момент Дезамораль Ты понимаешь Что там Союзники слабые Вы с ними не победите И это Позитивно не влияет Да На Твой там Перформанс Но Я все равно Стараюсь Что получается Да это не очень Катролизм Тоже не робот Да Но я сама продолжаю Наигрывать А все Я в ФК встали Вот Я начинаю И говорю Что я порвался Ну или то что он русский И можно было его обматерить От всей души Да Я его Прямо начал Заговнивать по полной Он тоже начал рассказывать Какой там Я плохой Я в итоге Ну стало понятно Что это не игра У нас Чел там простоял Полторы или две минуты АфК Потом начал что-то бегать Но это уже не игра Я просто вообще бегал И эмоцион Врагам Вот Не знаю Там чел этот русский Еще предлагал Меня за репортиз За то что я троллю Надеюсь Двух репортов Если даже Оба там чел Англоговорящий Союзник Был недоволен Обои Справедливо Ну представляете Заходишь Ты такой Тебе заходят Два дебила Начинают друг друга Срать На непонятном языке И ничего не делают Ты просто тратишь Десять минут Мало приятно Так что Так что Он мог Репортиз Спокойно На меня кинуть Но Понятное дело Что игры Никакой не было Я еще Потом понял Что мне надо было В конце Ему написать Я пытался Ему написать Какую-то мысль Но у меня просто Не получилось Сформулировать ее Надо было Саша Типа Сори Мой тиммейт Стоял АФК Начал меня Оскорблять И тут игры Нискак не складывается Сори За моего тиммейта В общем Культурно Донести него Что Как бы Я не могу Играть С таким тиммейтом Ничего не получится Вот Но я вот бегнул И молотил Всю игру Но я говорю Это единственный Человек попался Который На говно И зашелся И он там Самое забавное Как раз к истории О комбатскоре Он Еще в моменте Когда встал АФК Начал мне рассказывать Что у меня 2000 Комбатскора У него там Три с половиной У меня две Вот это разница Ребята Понимается Ну Как бы Ну а что такого Если меня Написим первым Или я как бы Танковал А ты там Бегал Стрелял Понятно Что у меня не может Быть больше Комбатскора У меня просто Не пошло Еще что Че-то порвался С этого Сразу Да А потом я Ну самое забавное То что именно Это меня и вынудило Просто бегать И молотить Я так и думаю Ну я буду просто Бегать и молотить Вообще не буду стрелять Ни в кого Пошел Нафиг Я весь там Почти половину матча Бегал и молотил У меня комбатскора Естественно Увеличился И еще раз Пять упомянул Мой комбатскор Низкий Понимаете Настолько Дебил Попался Он до конца Матча Продолжал Рассказывать Что у меня там Две тысячи Комбатскора Да чел Ты не увидишь Что я вообще Не играю уже Что я забил Болт Играть с тобой Ты мне рассказываешь Про две тысячи Комбатскора Алло Еще он мне еще Рассказывал Там еще Забавный Забавный момент К сожалению Он не оценил Но я надеюсь Вы оцените Но это было Вот прямо Вообще Пумпиресу тоже Нам будет рассказать Эту историю Он мне пишет Фразу Ребята Это просто Меня порвало Я Хоть я был на нервах Но мне так стало От этого ржачно Он мне пишет Блин Да если бы мне В Альфе Попался Такой игрок Как ты Я бы удалил Игру Да хуй Я такой Блин Чел Как же Мне Фу Как же Мне насрать Удалил бы ты Игру В Альфе Или нет Ой Вот Какое Мне вообще До этого Дело Ну конечно Я был бы рад Если бы ты Ее только удалил Жалко что тебе Я не попался В Альфе Я не играл просто В Альфе Я с релиза Игра А так бы Ты бы ее удалил И на одного Дебила бы В игре меньше Стал Да Просто Меня так Жачно С этого Причем Ребят Вы не поверите Он потом еще К моему Нику Докопался Он говорит У тебя даже Ник Шэдо Это вообще В ступор Мозговина Дело Потому что Чего это Я первый раз Не знаю Свои 30 Там сколько Вот только что Исполнилось 34 Да Ребят В этом месяце Ну точнее Уже в прошлом Бабусе Вот Я ролик Точнее не делал По дню рождения Как-то Не получилось Не попал В этот раз Ну короче Лет 15 С этим Ником Игра Или уже Больфин Ну да Наверное Лет 15 С этим Ником Игра Может Поменьше Ладно Наверное Поменьше Но Никто Еще ни разу Не докапался До моего Ника Понимается И Вы понимаете Дальше Чел Просто выдал Гениальнейший Панчлайн У тебя даже Ник Тень Всем на тебя Пофиг Блин Я в моменте Тоже не сообразил Надо было Написать Блин Ты там Что в стендапе Тренируешься И что Ну просто Понимаете Полет фантазии Чел Чел зашел в матч Порвался после одного Файта И начал Стоять АФК Докапываться До комбат Скоро Докапываться До ник И рассказывать Как бы он удалил Игру Если бы У попался Такой Теннер Это просто Такой Кадр Это просто Бриллиант И вот Такие только Почему-то Люди попадаются Именно Русскоговорящие Не знаю Почему Видимо Культура Загнивающего Запада Работает Несколько Иначе Ну да ладно Тема отдельного Разговора Короче Почему Потому что Я обычно Самый токсичный В командах И вот у меня Был матч И все Блин У меня реально Тоже как Стендап Потому что Я от одной темы У меня все время Есть зацепка Другой теме Так как Обычно Стендапа Чего вроде Про одно Что-то говорит Но Чел с Фамосом Не показывает Вообще Нихрена И я Он написал Что Медиум Из треш Причем Он кстати На консоли Был А на консоли Люди не видят Чан Я что-то в момент Об этом Вообще Не подумал И отвечает Именно Снайпер Ультерик Он говорит Ну у него Просто Ну вообще Мне пишет Что Это всего лишь Игра На 10 минут Чего-то Как бы Чего-то На пракс Да Зачили Судукалек Чил Да Нормально Ответил На мою агрессию Он не начал Да ты че Да ты там Сам дебил Да там Мамку твою Да никуда Говно Да если бы мне Такое написали Я бы игру удалил Да Он ничего не начал Он сказал Ну блин Мы просто играем Как бы 10 минут Просто по фану Да Вообще Ну типа Че-то такое Напряженное Че-то такое Че-то так Душишься Не душись Типа Да Зачили Просто нормально Ответил Но я так понял Они в премейде Были Иначе какой-то Смысл ему было Вписываться Вот Самое главное Сказал Ну у него просто Неудачный матч Да Ну у всех бывают Просто тоже Адекватно ответил И знаете Что самое помещительное Мы победили Причем счет у них Был в итоге лучше Чем у меня Да Второй Полуфинал И финал Ребята Ну Играли хорошо Фомасник Там вообще Наваливал Ну там Очень хорошая У них комба была Снайпер с Фомасником Блин я не помню По-моему я рассказывал В предыдущем ролике Ну это прям вот К примеру о том Что я чела заговнил Сказал что он там Ничего не показывает Но все равно там Очень слабо Слабо играет в него И Я заговнил Еще его там Очень несправедливо Там карта Шиз Хорайзен Кэши Где там Кругляш В углу карты И Проблема в том Что его оборонить В речи непонятно как Это Отборочная Я остаюсь Последний Там по-моему Две команды Кубы Которые рядом Вокруг этого Кэша поломали Я там Пытаюсь Скукиться Мансить И Я Начинаю захватывать Я выглядываю Из оставшегося Куба На этот Кэш И Тот чел Который захватывает Он сидит Прямо за этим Кэшом Спиной к углу Ну правильно Выговорил позицию Слева Справа Еще два медика Стоят Которые меня Сразу же Опресят В общем У меня Ноль шансов Попасть И сбить захват Я не обойти Не могу Не сбить захват Я заговнил Что чел Даже не сбил Не положил На бок Я как-то криво Еще сказал Не смог Сформулировать Мысль Что его Не опрокинул Я хотел сказать Что его надо было Опрокинуть Потому что когда он Лежит блоком За ним сесть нельзя Это к примеру Почему надо Всегда опрокидываться Но Потом в финале Мы опять же На том же кэше Были Я увидел Что этот кэш Он там стоит В упор К кубам И типа Если куб эти Не разрушить Соседние Рядом стоящие То его Опрокинуть То и невозможно Вот А разрушили их Там скорее всего В предыдущем раунде В первом Точнее раунде Просто уже Когда вот этот Финальный файт Начался И там две команды Начали закидывать С этим говном Там гранатом И мином И так далее И они только тогда Разрушились А тогда уже было Не до опрокидывания Кэша Ну и спрашивается А почему ты сам Не опрокинул Я вообще там Занимал Позицию на верхотуре Но опять же Если бы я такой был Чувствовал Что это там Принципиально важно Было сделать С ним нужно было Просто как бы Сначала туда Сходить Опрокинуть А потом уже Снимать позицию Правильно Вот В общем я Нагнал на чела Ну говорю Нервы Все Стоит нервы Я говорю До фарма Изумрудных побед Я вообще Не бычил Там Супер Каких-то Мега-мега-мега Редких случаев Практически Никогда Вот Чисто Ну и опять же Там Короткими фразами Я обычно Делал Вы там Bad team Да там Useless team И все Ну просто Чтобы как-то Самоудовлетвориться Что Все Высказался Они действительно Говно Я молодец Да Я дартан И все И наплеваю И легче стало На душе Вот Там Какие-то Прям Тирады Писать Какие они Плохие И так далее Вообще Рассказывать Какие они Плохие Мувы И в чем Они будут Делать Плохие Мувы Вообще Как Главно Ну вот Ну говорю Тут конечно Эти победы Это нервяк Тотальный Вот Короче Чем я сегодня Хотел закончить Наверное Будет отдельный Ролик Ну я не знаю Просто иначе Будет еще один Ролик на 2 часа Возможно И больше Может быть Реально Будет третий Ролик Смотреть Я не думаю Что там Кто-то Будет смотреть Не важно Час Два Пять Вот Поэтому Возможно Наверное Будет все Такие Посмотрим Посмотрим Смотря Как я буду Счувствовать По Материалу Короче Вчерашний день 6 побед Делал 4 победы Я уже Уставший Да Много часов Прошло Мне пишет Друг Который Ну не друг Игровой Друг Которым Я вам Рассказывал Вот Чулей С которым В дискорде Он написал Говорит Ищу хорошего игрока Микрофон Не важен Это он Правда Что-то мы с ним Уже давно Не играли То есть Там Первую где-то Неделю Мы там Собирались Еще 2 или 3 раза После того Как впервые Сыграли А потом Ну я говорю Там я ему Рунил игры Какие-то Но он Сразу со мной Играл Но мы потом Сыграли в итоге Одну игру Всего Против 3 медиков В финале Что-то совсем Безшансово Нас раскатали Что-то супер тяжело Было Непонятно Что делать Я ничего Не делал Внятного Расчет у меня Тоже был Не самый высокий И он Ливнул Друзей не удалил Но он Сыграет Просто Ох Нас Он еще писал Он Матерился В чат Вообще Полный Трэш Ненавижу Играть Против 3 медиков И так далее И то есть Было непонятно То ли Как бы Он еще и на меня Заговнился Он просто Не высказал То ли То ли Нет Просто от игры Мало Зажижился И после этого Мы Сколько-то дней Вообще не собирались Я его видел В игре Но он Что-то приглас Вроде не кидал И в дискорде Не писал Всякое Вот А тут Я вчера сижу И мне кто-то пишет И это он И я еще неправильно понял Что он от меня хотел Сколько осталось Вот Но так как я говорю Тут не на нервичах Вообще тотально И мне хочется Выговориться А выговориться Особо не о кому Как вы понимаете Да Тут видите Много разных эмоций Много о чем Можно говорить Много еще рассказать Я что-то как-то В моменте Переклинил И по мне Потому что Он меня спрашивает Как у тебя в принципе Игры идут Не конкретно То что у тебя сейчас Сколько осталось А вообще Как у тебя игры Я ему Я не прям Не повстреню Написал там Буквально Три предложения Четы один абзац Типа игры идут То так То так То вроде Блин Обреждают То сосня какая-то Блин Много текста Я тебя просто спросил Еще как Сколько тебе осталось Ну сори Блин Просто я уже Совсем сгорел От этого всего Ну да Да Я понимаю Я там уже Четыре дня Постоянно не играю Сегодня тоже Говорит Я сгорел уже Что не игра Там сижу Что-то он сказал То ли четыре Что-ли часа сижу То ли сколько Говорит Вообще ноль побед Там Постоянно кидаю Каких-то Лайтов Имбецилов Вообще не идет Невозможно Я просто устал Вот Ну окей Давай играть Вот Мы пошли играть вдвоем Вот Но я говорю Я был уставший И опять сразу Начал чувствовать Нервозность То что вот Я играю с ним И вот Сейчас я сыграю Плохо Блин Несколько матчей Он меня вообще Окончательно заговнит Хотя Блин Блин Какая разница Мы просто с ним Мы хотя бы играли Вроде как Более-менее Такие позитивные отношения Более Да Даже до сих пор Я ему что-то писал Там Что-то спрашивал Хоть общался Скажем так Пару репли Вот Мы сидим Там что-то часа два Наверное Тоже что-то Какая-то соснявость Происходит Тотальная Причем он в один момент Загорел Говорит Все отключаю Кроссплей Потому что эти Консольщики Просто достали Никакущие В команде Вот Отключил Кроссплей И Смотрите Нам закидывает Чела Чел Нет лох Медик Мы проходим С ним в финал Но в финале Проигрываем Против нас Оказываются Какие-то Жозничи Причем Я уже попадался Против одного Чела Я не помню Что-то Он на лайте Что-то Ник у него В8 Что-то там Вот Я уже с ним Попадался Против него Точнее Уже видел Что он жесткий Запомнился Потому что Он нагибал Вот И чела Нас конечно Распрутили Прямо Вообще Мясо На врыв Просто лютечет Лайтовичок Заходит С инвиза Дает Стан Начинает напулькивать С пистолета Тут же прилетает Те ракета Что уже обеспечивает Первый килл И дальше Три в два Зажимают Тебя просто Ну Уже Ноль шансов Что-то сделать Причем Неважно Кого Так Зажмут Да То есть Просто Челы Очень командно Очень жестко Играют Бурстят Тебя резко И Фактически Файт заканчивается За 10 Меньше Вот Мы первый Кэш проиграли На втором Мы Выиграли Волт Встали в оборону Там Вообще Супер Копались Я сделал пространство Там Умрал Лишний мусор Баррикады Которые могли мешать Чтобы прям Прострельное пространство Было В общем Грамотно Все сделали Кэш Оттянули Поставили Свои Баррикады И наш Чел встал Где-то Вдалеке Там На другом Конце Комнаты Большой Такой Даже не комната А целого Зала Хола Технического И Его там Приняли Вот Примерно так же Как я и сказал Выбежал Лайтовичок Стан Пиу-пиу Ракеты Добили Все Мы Три в два Причем Уже на дистанции От нашего Союза И там Мы закончили Через 5 секунд Уже Пайс был Закончен Вот И естественно Младчел Начал Говнить Типа Блин Чего ты С нами Не стоишь Надо было Стоять В обороне Ну Я так Посмотрю Блин Это типичная Моя ошибка Чем я Острадал Сколько Времени С этим Чел Мы играли Когда Давал Кит Команд Сюда Иди Сюда Не Делай Здесь Сидим Туда Не Идем Этого Не Делай Там Стараем Играем На Время Халдим Просто Давал Команды Которых Чуть Чуть Помогали Как Чуть Скопилил Или После Ошибы Говорил Что Тебе Надо было Сделать Так Так Или Так Так Делать Не Надо Не То Что Ты Там Дебил Дегенератор Мы Сидим В обороне Нужно Играть На Время Ты Вышел Тебя Убили Это Привело Нас Поражение Ну Объяснял Как Делать Нужно В общем Хороший Чел Один Из Немногих Который Сильно Играет Но При Этому Не Кикает Тебе Сразу За Ошибку Лоя Людям Ну Тоже Говорил Видно Что На Нервичах И опять же Целый день Вообще Ноль побед Он сидел Играл Несколько дней И вообще Сейчас Идет Ни хрена Абсолютно Вот И тут Мы выходим В финал И проверим Челы Были Жесткие Попались Против нас Какие-то Бомжи Мы бы Раскрутили Попались Реально Хорошие Не лучшие Который Попадался Но Прикурить Дали Вот Так что Я не думаю Что Если бы Чел Стоял Рядом С нами Это могло бы Решить Сотфайтер Опять же Это не последний Кэш был Ну опять же Кто знает Там миллион Вариантов Как могу Закончиться Но Закончилось Как закончилось Но Знаете Что происходит Дальше Вторым матчем Нам снова Кидает Этого Чела Мы такие Ну окей Здорово Еще раз Мы Опять Проигрываем В полуфинале Но К сожалению Причина Простая Там Был Читак К сожалению И У нас уже Попадался Читак Тоже Пока мы там Сидели Несколько часов И не выходили Я тоже Сидел Переживаю Четыре Не идут Не можем То опять же То против двух команд То какие-то Чила Читаки Явные Вылетают Там Счет Просто Безумный Чил Просто Не мажет Общение Одного Выстрела С любой Дистанции То есть Просто Какой-то Треш Угон Вваливает Нереально Так Играть Если Только Он Не топ 10 Игроков Скорее Сего Нет Очевидно Что Нет Вот Да Читеров Ну Хватает Таких Которые Стреляют Там Очень Очень Круто Хотя Игроков Что их Мало Но Как Начал Гриндить Плотно Я их Стал Замечать Больше Просто Потому Что Я стал Больше Состоточен Именно На Их Настолько Много Что Прям От Этого Рвался Пока Что Неприятно Просто К общей Куче Это Добавляет Общий Неприятный Эффект Опять же Если Не нужны Были Победы Вообще Насрать Как Причем Можно И против Читеров Побеждать Я И почти Выиграли Чтобы Два Других Сам Игроки Один Читер Там Конечно За Пятерых Играет Знаете Что Происходит Третий Раз Нам Третий Раз Подряд Дают Того Же Самого Медика Команду Третий Раз Подряд А Знаете Что Заканчивается Чем Заканчивается Третья Игра Подряд Мы Побеждаем Нам Попадают Если Я правильно Помню Не Особо Жесткие Чел Которые Что Там Делали Но Но Мы Уничтожили Переиграли И Чулейн Он Пригл Приглос Этому Медику Говорит Давай С нами Он Не После Двух Поражений Подряд Ему Приглос Тем Не Менее Мы Два Из Трех Проиграли Но Он Не Скал Фу Говно Ты Чего Два Из Трех Мы С Тобой Проиграли Нахер Нет Мы Выиграли Ну Видно Был Чел Играть Нормально На протечение Трех Раундов Он Кинул Приглос А к слову Те топовые Челы С которыми Мы Поиграли Четыре Матча Один Выиграли Два Ну Там Как Опять же По обстоятельствам Не прошли Один Я Проиграл Там Опять же Клач Они Сразу Оба Заговнились И Добавил Мы Пошли Еще Раз Сюда Знаете Чем Закончилась Наша Копная Игра Еще Раз Второй Победой Подряд Не Поверится Да Но Против Нас Дал Попался Какой-то Совсем Мякишный Стак Они Сделали Три Кила За Весь Финал Ну Это Был Тот Самый Случай Когда Непобедимыми Челами Которые Разматывают Вообще Без Шансов Были Именно Мы Но У Врагов Че-то Вообще Нишло Там Было Два Тяжа Медик Если Не Ошибаюсь Или Два Тяжа Лайтер Вообще И У Челов Вообще Опции Было Ноль Против Нас Я Даже Можно Сделать Всего Три Кила Двумя Тяжами Ну Вы Даете Ракетницу Один Ракетница Два И Уже Медик Сдох Все Труп Там Невозможно Выжить Если Попали Двумя Ракетницами В чело Да И Дальше Вы Нажимаете Три В два Но Что-то Ракетницы Летели Издалека На Пососе Я Там На эти Ракеты Вообще Байзал То Я Встал На крыше Там Вижен У меня Бегут Я Так Бегите Я Так Давай Давай У меня Ракетница Я Знаю Что Он Сейчас Будет Стрелять Он Стреляет Я На Пол ХП Отгребаю Убегаю Прячусь Пока Не Подходит К позиции У меня ХП Восстановилось А Ракетницы Нет Правильно Вот Так Что Мы Челов Размотали На Класс Мы Всегда Были В Откусывали Надкусывали И Дебивали Две Победы Подряд Вот Суммарно В итоге Я Вышел На Шесть Побед Причем Да Это Уже 14 Часов Было И В Какой Момент У меня Открылось Второе Дыхание Почему Тут Когда Дул Сидели У меня Эти Игры Шли Достаточно Хорошо У меня Счет Был Хороший Вот Я По Очкам Был Вровень С Ребятами Все Втроем Были Примерно На Одном Уровне Кстати 13 14 Тысяч Каждый Разница В Тысячу Всего Мы Все Хорошо Показали Себя Побед Из Лутар Если Такими Примейдами Играть Но Где Таких Примейдов Найти Постоянно Не Проблема В Рандоме Рандоме Это Рандом Ну И Вот Я Сократил Количество Побед До Чему Я Веду Там Еще Есть Целых 20 24 Дня Сейчас 24 Дня Фактически Считайте Можно Ориентироваться На 23 Дня Но Это Норма Та самая Моя Желанная Норма 05 Побед В день В целом Это Значит Что Можно Просто Делать Побед Пойти Отдыхать Не Особо Не Надо Чему Я Делал 19 Было Еще Дофига 17 Это Тоже Много Вот Но Там Уже Когда Начался Счет 14 13 12 11 То Это Уже Как То Посвободнее Что Либо Воспринимается Уже Я Сейчас Менее Напряжен В целом Потому Что Свет В конце Туннеля Виден Да Я Все Еще Не Могу Понять Как Эти Победы Делать Потому Что Как Не Не Считается Не Прогнозируется И так Далее И то Что Ты Выходишь Я Постоянно Выхожу В финал Не То Что Начинаю Делить Шкуру Неубитого Медведи Начинаю Фантазировать Так Сейчас Бо Победить Бо И Осталось Бо Меньше Я Прекрасно Понимаю Что Победить Бо Сейчас Это Еще Вообще Не Близко Мы Сейчас Столкнемся С чем Они У нас Котком Переедут Или Мы Делать Дич Но Все Хочешь Помечтать Позитивные Эмоции Чтобы Спытать Понимается А не Сидеть В угнетении Бесконечно Все Так 11 Побед Звучит Как Что Достижимое Правильно Еще 20 Дни Если Считать Я За Считайте Сколько Две Недели 50 Сдел Ну В среднем Где-то По Четыре Победы В день Плюс Минус Вот Ну При Среднем Четыре Победа В день Одна Победа В день Вообще Не Должна Звучать Страшно Правильно Правильно Вот Соответственно Можно Делать Одну Победу Дальше Снижать Свой Онлайн Не Сидеть Так Много Чуть Больше Позволять Отдыхать Делать Другое Хотя Сегодня Тоже Позволяю Что-то Начать Делать Что-то Начать Делать Все Ну Все Не могу Нормально Начать Что-то Делать Думаю Надо Пойти Хотя Б ролик По Финалам Записать Потому Что Я его Уже В голове Прокручиваю Мне Все равно Хочется Еще Много Чем Поделиться Понимаю Что Никто Слышит Это Не Будет Но Поделиться Хочется Не Запрещено Пока Еще Делиться Своими Эмоциями Так что Вот Такой Вот Ролик Наверное Все-таки Будет Отдельно Еще Финальный Либо Приписка Будет Уже К этому Ролику В комментариях Что я скажу Что да Я добил 11 побед И Все И Рад Вот Просто Уже Полтора Часа Если После Каждого Дня У меня Будет Еще Масса Эмоций Каждый Кусок Может Смело Выливаться Минут На 20 На 30 На 40 Вообще Еще Какая-то Мысль Скользнула Мысль Такая Что Я Все Продолжаю Сидеть И торговаться Мысленно Потому Что С одной Стороны Норма Это Самая Желанная 0.5 Побед В день И Типа Одна Победа Закрывает Норму За два Дня Правильно С этой Точкой Зрения Звучит Очень Позитивно Но С другой Стороны Это Все Еще 11 Побед Это Нормально Это Не Не Две Минуты Посидеть Понимается Но С другой Стороны Блин Но Ведь Если Еще Два Дня По Три Победы Четыре Дня По Три Победы Это Вообще Будет Девять Останется Две И Все Четвертым Днем Я Это Закрою Четыре Дня Все Через Через Четыре Дня Я Свободен Не Двадцать Дней Не Одиннадцать Не Пять Через Четыре Дня Можно Все Гулять Свободно А Если Сделать Больше Чем Три Победы Один День Два Дня Два Дня По Четыре Один День Три А Сейчас Три Дня Нет Если Сделать Как Вчера Шесть Еще Потом Пять Это Два Дня Через Два Дня Это Считайте Прям Все Это Считайте Прям Сейчас Почти И ты Сидишь Продолжаешь Как Извернуть Эту Цифру Так Чтобы Она Выглядела Наиболее Позитивным Для тебя Свидеть Да И Как Можно Более Менее Утручающе Случало Чтобы Как Можно Меньше Это Рабство Длилось Но Да Можно Рабство Сократить Прям Совсем За Несколько Дни Ну В идеале Я Хочу Вот Честно Хотелось Дня Реально За Три Четыре Закончить Уже Вот Не Заканчивается Так Далее И Будешь думать Время Идет Победы Не делаются Неприятно Ничего приятного Нет Надо уже Заканчиваться И все Думаю Да Ну Опять же Чем быстрее Вот еще Очень важный Чем быстрее Я это закончу Тем больше Времени Останется Отдохнуть До следующего Сезона Следующий Сезон Я все равно Жду Переходить Опять В режим Ожидания Уже Больше Следующего Сезона Последнее Что я скажу Узнал буквально вчера На TwitchCon Будет какой-то Анонс Четвертого Сезона TwitchCon Там 20-22 Часла Сентября И собственно Это дает понять Почему Этот сезон Длиннее Разрабы Как раз таки Хотели То есть Там буквально TwitchCon И там через день Через два Что-то Типа Следующий Сезон Начинается Они специально Продлили Этот сезон Вот именно Чтобы Пытаться его Зарекламить На TwitchCon И как-то Вот историю Нового Привлечь Вот Я уверен Что именно Разе этого Было Продление А вовсе Не за Каникул Каких-то Вот Но вообще Хотелось еще Поговорить Что я ожидаю Следующего сезона Но Я еще думал Что будет У меня вообще Типа ролик Два в одном И сначала Поговорю о том Что я жду В следующем сезоне Потом будет Хроника По вот Как бы По кусочкам Но тут Только вот Хроники уже Только за Пару дней Тут на полтора часа Но я вам говорил В прошлом ролике Что действительно Что мне каждый день Могу садиться Вот после Спокойно На полтора часа Рассказывать Точный материал А будет Что там со мной Приключалось Как это все было И сколько Я побед взял Сколько не взял Какие тиммейты были Каких не было Вот И так далее Вообще запросто Я вам говорил Вот вам Я вам показываю Рассказываю Точнее Да Ладно Давайте на этом Будем прощаться Но Эмоций много Эмоций много Я очень Очень Буду Очень жду Не дождусь Когда же Я буду об этом вспоминать Как о законченном уже Этапе Пройденном этапе Чтобы уже Больше к этому Не возвращаться Ладно На этом пока что все Ну это еще Удимся